Теремок ТВ Теремок ТВ Теремок ТВ Теремок ТВ Теремок ТВ Ладно, удачи, Эмбер! Да, спасибо! Когда же я, наконец, смогу забраться на эту скалу? Доброе утро! Что-то Эмбер не видно. Эмбер? Она уехала в Савиную долину, чтобы тренироваться. Опять? Она вчера тренировалась там допоздна. Да, но она сказала, что на этот раз у нее все получится. Понятно, Эмбер хочет быть отличницей во всем. Элли, Эмбер так упорно тренируется, потому что она член команды, и она хочет работать вместе с вами в любой ситуации. Правда? Да. Что ж, я надеюсь, на этот раз у Эмбер все получится. Ну что ж, начнем, как обычно, с утренней зарядки. Раз, два, три... Что это? Ну... Сегодня утром я проснулся и заметил, что листья на дереве пошухли, а их цвет изменился. Мне тоже не нравится состояние этих деревьев. Ребята! А? Смотрите, тут какой-то странный жук. Посмотрите. Интересно, что это за жук? Похоже, это дерево страдает от такой же болезни. А может быть, в болезни деревьев виноват этот непонятный жук? Вполне возможно. Давайте заберем его в штаб и как следует там изучим. Отличная мысль. Хэлли, посмотри хорошенько. Может быть, здесь есть и другие больные деревья. Хорошо. Мистер Масти, мне кажется, нам придется заняться вашей проблемой. Хорошо. А то я совершенно не понимаю, что происходит. Я так думаю, что этот жук древесный вредитель. Древесный вредитель? Да. Это насекомое, которое питается тканями дерева. Похоже, деревья из-за него и заболели. Интересно, откуда же он у нас мог взяться? Надо изучить район, который я облетел. Может, что-нибудь прояснится. Да, я пометила места, где насекомые были обнаружены. Они перемещаются сюда, и количество больных деревьев растет. Поэтому мне кажется, что все началось в Савином лесу. Если это правда, тогда весь лес может быть заражен. Джин, нам надо поскорее побывать в этом лесу. Да, я попрошу Эмбер заглянуть в Савиный лес. А вы, ребята, разберитесь с этой проблемой в городе. Хорошо. Ой, больно. Джин, что случилось? Эмбер, посмотри видео, которое я отправила. Хорошо. А, это древесный вредитель? Из-за него умирают все деревья в городе. Мне кажется, он пришел откуда-то из Савиного леса. Будет здорово, если ты сможешь туда наведаться. Хорошо. Холли, я свой квадрат обработал. Да, и я тоже. Вы просто молодцы. Мистер Масти, мы обрезали все пораженные ветки и обработали деревья аэрозолью. Теперь все будет в порядке. Отлично, спасибо. Так, теперь нужно ехать в следующее место. Да, кстати, от Эмбер что-нибудь слышно? Наверное, она тренируется. С этой стороны все чисто. И с этой стороны тоже. А? Вот зараженные деревья. Эмбер, как у тебя обстоят дела? Я только что обнаружила пораженные деревья. Я отправлю тебе координаты, но мне нужно еще кое-что проверить. А-а-а-а! А-а-а! Эмбер, что происходит? Ответь мне! Эмбер! Джин! Ребята, у нас тревога. Что случилось? Я разговаривала с Эмбер, и вдруг связь прервалась. Должно быть, она попала в беду. Не волнуйся, Джин, мы выезжаем прямо сейчас. Угу. Угу. Продолжные следует... Продолжные следует... Эмбер! 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 Ой, что же мне делать? Я упала с высокого обрыва И передатчик у меня сломался Может, тут скарабкаться? А? Что же это? Эмбер! 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 Ты сказал, что в последний раз она передавала сигнал отсюда? Да, именно отсюда Куда же она могла деться? Эмбер! А? Что это за звуки? Мне кажется, надо посмотреть с другой стороны Я согласен Ребята! Эмбер упала с обрыва! Правда? С ней все в порядке? В полном Но вы не поверите, чем Эмбер прямо сейчас занимается Идемте скорее! Тогда давай спускаться Эмбер? Видите? Я же говорил, что вы не поверите Эмбер! А, ребята! Что у тебя случилось? Ну, я осматривала деревья и свалилась с обрывом Передатчик сломался, я не могла связаться с вами Пришлось заняться серьезной проблемой Серьезной проблемой? Смотрите! Вот откуда берутся древесные вредители Ого! Ничего себе! Так вот, почему ты сама валила деревья! Да! Пораженные деревья нужно валить Чтобы зараза не распространилась дальше А как ты сама? В порядке? Да, конечно! Сейчас важно другое У нас мало времени Чтобы спасти лес, нужно помешать насекомым Вы поможете мне? Конечно! Как скажешь! Мы все сделаем! Отлично! Хелли, ты разбрызгивай инсектицид А вы полирой Валите деревья Ладно! Да, Джин Мы здесь уже закончили И я расскажу все подробно, когда мы вернемся Ну что? Мы все отлично поработали Да! Прекрасно! Лес мы спасли Теперь можно и назад возвращаться Джин очень волнуется Еще бы она не волновалась Так, а как Эмбер поднимется? Ей на такую высоту будет очень сложно подняться Мы с Полей обязательно поможем Если у тебя не получится Нет, Рой Я справлюсь Я поднимусь сама Эмбер, ты бы лучше послушалась, Роя Ты же руки повредила Это ерунда! Хочу попробовать сама Хорошо, Эмбер Если ты этого хочешь Но мы будем рядом Я верю, что у тебя получится Да, спасибо Все, веревка надежно закреплена Постарайся, Эмбер! Ладно! Я в порядке Я справлюсь О, у меня получилось! Ты молодец, Эмбер! Ты молодчина! Класс! Это все благодаря вам, ребята! Нет, это потому, что ты много работала Да, молодец, Эмбер! Спасибо, ребята! Вы даже не представляете, как я сейчас счастлива и довольна собой! Ура! Здорово! Понял, ты сейчас упадешь! Эмбер! Робокар Поли и его друзья Всего через несколько часов Тайфун Авто Севен должен пройти через наш остров Он очень опасен И если не подготовиться Нас могут ждать большие потери Не волнуйся так, Джин Мы проверим каждый уголок И убедимся, что все подготовлено Что ж, тогда давайте разделимся И все как следует проверим Сначала ты, Рой Проверь берег моря и гавань Эмбер, ты проверь окрестности города Понятно Ну, а я возьму центр города Ну, а я? Думаю, тебе надо остаться в штабе В такой ветреный день, как сегодня, летать тяжело Не волнуйся за меня Для меня какой-то тайфун это ерунда Хелли, ты что, забыл, что в прошлый раз твой пропеллер сломался? А в этот раз ветер будет в семь раз сильнее Правда, Хелли Сегодня ты можешь отдохнуть Ребята, вы что думаете, что я слабый? Мы так не думаем Просто беспокоимся за тебя Конечно А что, если с тобой случится беда? Но я тоже член команды И мы должны быть на равных Хелли, защитить город важно Но безопасность нашей команды тоже важна Да, Поли прав Чтобы защищать наш город, мы должны защитить себя Нет, я все равно полечу с вами Хелли, ну не будь ты таким упрямым Отдохни сегодня Нет, я не хочу Я буду патрулировать Так я смогу доказать всем, что я не трус Хелли! Хелли! Вернись сейчас же, Хелли! Что нам делать? Похоже, он выключил рацию Что? Кажется, он обиделся Не волнуйтесь Он вернется, когда немного успокоится А пока что я буду пытаться связаться с ним Ладно В любом случае, ребята, у нас очень мало времени Поэтому пора приниматься за работу Джин, надо сообщить о тайфуне Хорошо Всем жителям города Надвигается тайфун Просьба перенеститься в безопасную зону И следовать установленным правилам Будьте готовы куда-то Сообщение от команды спасателей Надеюсь, что все обойдется Хелли! Хелли! Он не отвечает Вот упрямец Они меня не даться, я не выют Ну да, это всего лишь легкий ветерок Я сегодня им докажу, что я был прав Давайте Давайте, проезжайте Ребята, быстрей! Хорошо Кажется, мистер Уиллер Очень хорошо подготовился А, Пости А, Поли Куда собираешься поехать? Я должен срочно доставить почту к хижине в горах Доставка в такую погоду Ты можешь оказаться в опасности Тебе лучше не покидать город О, ну хорошо Даже дождика нет Быстрая доставка почты никому не помешает Деловой центр? Есть Гавани порт? Есть Эмбер, а как там окрестности? Струйка мистера Билдера остановлена Все остальное тоже в полном порядке Ясно Мы почти все проверили А ты смогла связаться с Хелли? Я пыталась связаться с ним и не раз Но он не отвечает Нет, я не должен был отпускать его одного Хелли, ну куда же ты пропал? Они должны быть в панике, потому что не могут связаться со мной Ой, вот зануды Не может быть Пости Пости Эмми Что случилось? Я возвращалась после доставки почты И вдруг мост исчез Слишком опасно переезжать здесь Доберемся до горной хижины Переждем тайфун там А Пости Что с тобой? Я выбил все силы Перестань Мы должны спешить Тайфун скоро доберется сюда Нет Я не могу удвинуться с места Заряд закончился Нет Пости Ну давай Ой Дело плохо Мне придется лететь за помощью Жди Держись, Пости Я скоро вернусь Хелли Хелли Пожалуйста, ответь Джин Ну что, есть новости от Хелли? О, Поли Мы не можем получить сигнал В таком случае Я поеду его искать И обязательно найду Слишком опасно Я еду с тобой Я понимаю, что вы сейчас чувствуете Но Хелли выключил рацию Где же вы собираетесь его искать? Я думаю, что лучше подождать еще Это Хелли Он где-то в лесу Хелли Ну и что ты там делаешь? Срочный вызов Что случилось, Хелли? У Пости закончилась энергия И он сейчас один в горах Я ищу укрытие Где есть зарядное устройство Ой Но ветер слишком сильный Я не могу лететь Ой-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ну, как он там? Нужно аварийное зарядное устройство. Фолли, тогда мы с Эмбер принесем его. А ты попробуй найти Хелли. Оставляю это на вас. Не волнуйся. Ой, что это за мной? Ой. Точно. Я же упал из-за сильного ветра. Нужно выбираться отсюда. Мой пропеллер. Он сломан. Джин? Джин! Я засекла сигнал Хелли. Сигнал слабый, но это точно он. Отправляю координаты. Хорошо. Совсем недалеко. Джин! Ребята! Ответьте мне! Нет, это все бесполезно. Хелли! 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 Держись! Я тебе помогу! Теперь все хорошо. Фолли пришел за мной. Ты в порядке? Да, но я не могу летать. Не волнуйся. Я вытащу тебя отсюда. Ну как? Ты думаешь, у нас получится? Конечно. Ты мне веришь? Угу. Поспеши. Вода поднимается. Держись. Хорошо. Давай! Все в порядке. Поли, ты в порядке? Угу. Не бойся. Поднимаемся. Мы почти добрались. Поли! Хелли, ты в порядке? Да, я-то в порядке. А как там ты? Все хорошо. Давай попытаемся еще раз. Поли! Еще чуть-чуть. Ну давай! Рой! Мы спасены! Так или иначе, кажется, все обошлось. Угу. Извини, Поли. Я должен был послушать тебя. И меня прости, Поли. Ты, как всегда, прав. Я не гожусь для команды спасателей. Это неправда. Я не всегда бываю прав. Ты же сегодня спас Пости. Это ты меня извини. Я не понимал, как тебе было обидно. Поли. Теперь я знаю, что делает нас сильнее. Это вера в себя, а еще друг в друга. Верно. Если бы Поли и Эмбер не доверяли мне, мы бы ни за что не спасли Пости и Хелли. Конечно. И Поли смог спасти меня, потому что я верил в него. Верно? Ну да. И поэтому мы самая лучшая команда спасателей. Правильно. Спасибо вам, друзья. Пожалуйста. А теперь давай отремонтируем твой пропеллер. Ой, я пропал. Джин будет вне себя, когда увидит. Ой, что мне делать? Робокар Поли и его друзья Прости, Клини. Ничего страшного. Клини, прости. Ничего, все нормально, Спуки. Странно. Привет, Спуки. Хелли. Что ты тут делаешь? Хорошо, что я тебя встретил. У меня один вопрос. Какой? Ты когда-нибудь видел, чтобы Клини злилась? Ну, а почему ты спрашиваешь? Я просто хочу поиску понять, а то она меня в тупик поставила. Почему Клини сложно разозлить? Это очень странный вопрос. Наверное, Клини подумала, что Спуки бросил шину по ошибке. Но Спуки уверен, что Клини знала, что во второй раз он бросил шину нарочно. Клини не рассердилась, и это странно. Вам не кажется? Знаете, если уж на то пошло, я тоже не помню, чтобы Клини злилась. Я тоже. Ну, и что же ты ответил Спуки, Хелли? Я не знал, что сказать. Я не представляю, какой может быть причина. Может быть, Клини не хотела, чтобы кто-то чувствовал себя виноватым. Вы же знаете, Клини очень хороший друг. А? А что в этом странного? В отличие от тебя, не все злятся каждый раз, когда их обижают. Вот как? Ты уверен? Ой! Что это ты делаешь? Видишь, ты на меня разозлился. Тогда почему же Клини не злилась? Ой, а может быть, этого недостаточно? Я думаю, Клини разозлится, если ее очень-очень чем-нибудь обидеть. Она разозлится, если сделать что-то, что ее сильно разозлит. Хе-хе, ты прав, точно. Спасибо, Пости. Ой, ну что он еще там придумал? Спуки, что ты такое делаешь? О, прости, кажется, я опять нечаянно. А, ну ладно. А? Ты что, не злишься на меня? Нет, я на тебя не злюсь. Подвинься немножко. То есть, этого недостаточно, да? Хе-хе, здесь должно быть очень-очень скользко. Наконец-то Клини как следует разозлиться. А? А это Клини. Клини! Спуки, это опять ты сделал? Конечно. И что? Ты очень сердишься. Я удивлена, но я не сержусь. Вот как? Ты не сердишься, да? Ну ладно. Спорим, что скоро ты будешь очень сильно на меня злиться. Спуки, зачем ты так поступаешь? Теперь я не могу подняться. Итак, Клини, что мы имеем? Шина разорвана, фургончик сломан. Если бы не Эмбер, твои дела были бы плохи. Что такое нашла на Спуки, не понимаю. Когда я его увижу, я точно молчать не стану. Я в порядке, но сегодня Спуки зашел слишком далеко. Клини, скажи, а почему ты не злишься на розыгрыше Спуки? Ведь он тебя очень обижает. Если я разозлюсь, друзья перестанут любить меня. Но если Спуки не увидит, что ты расстроена, он будет и дальше тебя обижать, Клини? Да. Когда тебя обижают, нужно прямо сказать обидчику, что тебе неприятно. Например, вот так. Мне не нравится, как ты поступаешь. Спуки так делать нельзя. Эмбер, сказать, что тебе что-то неприятно, может быть недостаточно. Смотри внимательно. Спуки, ты не представляешь, в каком я бешенстве. Не смей так больше поступать и пожалеешь. А Джин, кажется, это слишком. Правда. В общем, нужно обязательно говорить, если тебе что-то неприятно. Поняла. А что, если мы со Спуки поссоримся, когда я скажу, что я очень на него обижена, а? Клини, если ты будешь подавлять злость, то в конце концов она выплеснется, как вулкан. И тогда вы со Спуки точно поссоритесь. Да, я поняла. А-а-а. Но мне все равно не нравится сердиться. А-а-а. Что случилось? Приветик к Лене. Спуки. Но на этот раз ты должна разозлиться. Ты ведь злишься, верно? А-а-а. Когда тебя обижают, нужно прямо сказать обидчику, что тебе очень неприятно. А-а-а. Спуки, хватит. Мне это неприятно, понял? Я, мне, мне не нравится, как ты поступаешь со мной. А-а-а. Ты врешь. Когда злятся, говорят совсем по-другому. А-а-а. Что ты делаешь? Ха-ха-ха. Видела бы ты себя. А-а-ха. Ты такая смешная. Ты, ты ужасный друг. Я этого больше не вынесу. О, ты правда злишься? Да. Я очень, очень на тебя злюсь. Хватит меня дразнить. А-а-а, помогите. А-а-а. Нет, Спуки. Сегодня ты не отверстишься. А-а-а. Ха-ха-ха. Гляни, такая страшная, если ее разозлить. А-а-а. Ну, а где же ты? А-а-а. Что же мне делать? А-а-а. Спрячусь-ка я, пока здесь. А-а-а. Спуки, когда я тебя найду, ты и пожалеешь. Помогите. А-а-а. Спуки. Ты где, Спуки? Помоги мне. Спуки, ты что, внизу? А-а-а. Клини, помоги. Ой, ой, что же мне делать? Команда спасателей, Джин. Джин, помоги. Что произошло, Клини? А-а-а. Срочный вызов, срочный вызов. Спуки свалился в подземную пещеру в Брумском лесу. Всем спасателям срочно на вызов. Хорошо. А-а-а. Срочный вызов, срочный вызов. Во-вс. По Ether един. Во-вс. 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 Сюда! Мы здесь! Спуки, ты меня слышишь? Да, слышу! Спасите меня! Успокойся, Спуки! Я сейчас спущусь! Я думаю, что на этот раз я спущусь туда один. А вы должны быть готовы вытаскивать нас. Видите, проход слишком скользкий и узкий. Это очень опасно. Понятно! Ох! Здесь слишком скользко. Уверен, что сможешь спуститься сам. Не волнуйся, как-нибудь справлюсь. Я пошёл! Спуки! Так не выйдет. Всё будет хорошо, Спуки! Оли! Хелли, мы готовы, поднимайте! Понял. Рой, можешь поднимать Спуки! Я живой! Я думаю, что шинами Спуки мы займёмся уже у нас в штабе. Ага. Хорошо. Ну, Клини, скажи мне, почему ты тогда раньше не злилась? Мне казалось, что всем будет лучше, если я буду подавлять свою злость. Но, кажется, я была неправа. Верно. Злиться из-за ерунды, конечно, нехорошо. Но если ты злишься, то об этом необходимо сказать прямо. Да, теперь я знаю. Ты уж прости меня за сегодняшний день, Спуки. Это случилось, потому что я очень разозлилась. О чём ты, Клини? Ты совершенно не виновата в том, что произошло виноват Спуки. Да уж. Прости меня, пожалуйста, Клини. Ничего страшного. Ты не права, Клини. Спуки, ты должен раз и навсегда понять, что к друзьям нельзя так относиться. Хорошо. Эмбер, ты сердишься? Я не сержусь. Я тоже вижу, что ты очень сердишься на Спуки. Говорю же, я не сержусь. Ой-ой-ой, Эмбер такая страшная, когда злится. Я не сержусь! О, как же вы? А как же я? Пожалуйста, не бросайте меня. Спуки, куда это ты собрался? Эмбер, почему это ты так смотришь? А что, тебе не хочется посмотреть, какой я бываю, когда сержусь? Не надо, не надо, Эмбер! Спасите Спуки! Робокар Поли и его друзья Как дядя мог оставить Бруни на меня? Я так занят. Брунер, подожди меня! Быстрее! Из-за тебя я опоздаю на работу. Ого! Как тут здорово! Бруни! Что ты тут делаешь? Брунер, я хочу покататься на этом. Нет, это тебе не игрушки. Не смотри по сторонам, поезжай за мной. Брунер, подожди меня! Значит, вы начали строительство железной дороги сегодня? Угу. Я только начал подвозить стройматериалы. Понятно. Если вам понадобится помощь, можете обращаться в любое время. Спасибо. Мистер Билдер! А вот и мы! Здравствуйте! Привет, Бруни! Привет, ребята! Привет, Бруни! Так, Бруни, познакомься. Это Поли, а вот это Эмбер. Привет! Очень приятно! Привет, друзья! Какой милый малыш! Милый? Я уже устал от одной мысли, что проведу день вот с этим непоседой. Хм... Ах... Что? Оказывается, у Брунера есть кузен? Угу. И он очень похож на Брунера. И он играет в мяч так же хорошо, как и Брунер. Брунеру повезло, что у него такой брат. Точно! Если бы у меня был брат, похожий на меня, я бы его очень любил. Ну, если брат был бы уж очень похож на тебя, нам пришлось бы туго. Почему? Бруни! Отойди и не мешай! Ну, почему ты плачешь? Что тут происходит? Это ты довел своего брата до слез? Но этот Бруни мешает мне работать. Наверное, Бруни тут скучно. Ты хочешь поиграть в мяч с друзьями? Ой, а это можно? Нет, нельзя! Почему же? Заканчивайте работу и проведите время с Бруни. Заодно и сами отдохнете немного. Я остановлю работу на складе. А ты, Бруни, веди себя хорошо. Пока, ребята! Пока! Берегите себя! На! Играй в мяч! Играй в мяч! Бруни, беги вперед и возьми мяч. Ребята ждут тебя на площадке. Ладно! Играй в мяч, играем в мяч, играем в мяч! Иногда так хочется отвезти его подальше и просто оставить там. Оставить там. Оставить там! А что, отличная идея! Бруни! Вот я принес мяч! Бруни, ты хочешь поиграть в одну интересную игру в мяч? Да! Но для этого нам нужна лестница. С лестницей игра будет намного интересней. Лестница! А где нам взять лестницу? Вон там! За домом мистера Билдера. Думаю, ты достаточно силен для того, чтобы принести ее самому, да? Да! Бруни очень сильный! Ура! Лестница! 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 Извини, Бруни, только сегодня мы не будем играть. Лестница! Лестница! Ой! Брунер! Где ты? Брунер! Брунер! Эй, а где Бруни? А, Бруни, кажется, устал сегодня. Знаете, он так набегался, что заснул, как только вошел в дом. Вот и отлично! В прошлый раз мы не смогли поиграть как следует, нам мешал Бруни. Но с ним все будет в порядке. А вдруг он испугается, когда проснется один? Испугается? Ну, что вы, это смешно. Ладно, давайте играть. Джин, скажи, где золотисто-радужный мячик? Ты мне его подарил, а теперь хочешь забрать? Понимаешь, я хочу отдать его Бруни. Найди его быстрее. О, Хелли, ты мне мешаешь. Хорошо, подожди немного. Готово, Полли. Спасибо, Джин. Но если ты уже закончила, может, поищешь мяч? Ведь иначе Хелли от тебя не отстанет. Точно. Ох! Ну, почему я должна отдавать мяч Бруни? Брунер! Брунер, где ты? Я заблудился. Ой, веселые качели. Ой, он поднимается. А, вот это круто! А, Брунер! Брунер! Брунер, да что это с тобой? Ты опять уронил мяч. Ладно, попробую еще раз. Да, кстати, здорово, что с нами нет Бруни. Ну да, надеюсь, что с ним все в порядке. Где ты, Брунер? Нет, я больше не выдержу. Ребята, понимаете, мне нужно домой. Пока поиграйте без меня. Брунер! Какая муха его укусила. А, бедный малыш. Только бы с ним ничего не случилось. Не следовало оставлять его одного. Брунер! Брунер! Мне уже чудится его голос. Брунер! Что? Помоги! Бруни! Ох, ну куда же я его положила? Хелли расстроится, если его не найду. Да, команда спасателей. Джин, случилась беда! Брунер, в чем дело? Срочный вызов! Срочный вызов! Малыш Бруни застрял в подъемнике. Вся команда выдвигается прямо сейчас. Хорошо! 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 Лашка! Помогите! Бруни! Бруни! Быстрее, быстрее, пожалуйста! Как мне жить, если что-то случится с Бруни? Не волнуйся, всё будет хорошо! Бруни, ты только ничего не бойся! Стой там и жди нас! Быстрее! Эмбер, установи систему безопасности! Хорошо! А ты, Хелли, поставь штиль, чтобы мы могли подняться на крышу! Хорошо! Готово? Но, кажется, что-то застряло в подъёмнике! Странный сигнал! Правда? Сейчас поднимусь и посмотрю! Поли, всё готово! Вперёд, Рой! Есть! Хелли! Чудо! Ну, давай, Рой! Хм! Хелли! Чудо! Ну, давай, Рой! Хелли! 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 Ты как, в порядке? Да! Ты просто молодец! Хорошо держался! Будем выбираться отсюда? Да! Ага! Вот оно что! Нам надо торопиться! Рой! Поднимай нас! Да! Донни! Бруни! Ничего не бойся, я с тобой! Понял? Ого! Что случилось, Пуле? Продолжай! Понял! Держитесь, я начинаю! Бруни, ты что, испугался? Да! Этого бы не случилось, если бы я присматривал за ним во время игры Не переживай так, Бруни уже в безопасности Бруни! Бруни! Брат! Я так испугался! Это все моя вина! Прости, Бруни! Знаешь что, жаль, что ты уезжаешь так скоро Да! Еще увидимся, Бруни! И еще, пообещай, что впредь ты будешь более осмотрительным Ладно! Ребята! Джейн! Чуть не опоздала! Привет, Джейн! Сейчас! Та-дам! Ух ты! Все-таки нашла! Конечно! Это же твой любимый мяч, Бруни! Держи! Это тебе подарок от Хелли! Ого! Это же мяч! Брунер, смотри! Да! Отличный мяч! Спасибо, Хелли! Спасибо, Хелли! Спасибо, Хелли! Пожалуйста, будешь теперь играть со своим братом! Да! Босс, если можно, я отведу Бруни домой! Хорошо! Береги себя, Бруни! Пока, Бруни! Приходи в гости! До свидания! А что чувствуешь, когда у тебя есть младший брат? Думаю, даже если он иногда тебя раздражает, тебе одиноко, когда его нет рядом! Все как у нас с тобой! О! Что? Хочешь сказать, я тебя раздражаю? Да я пошутила! Да! Робокар Поли и его друзья Привет, тройняшки! Привет, ребята! Все в порядке в порту? Да! Кэмп опять приехал! Правда? Хе-хе-хе! Честно вам скажу, жители были очень-очень добры! Если бы не их помощь, тогда... Кэмп! О! Ха-хе! Дорогие друзья! Как ты? Все хорошо? Ну, конечно! Добрый день, ребята! Добрый день, миссис Белль! Кстати, если не секрет, что привело тебя сюда? Ага, минуточку! Хе-хе! Хе-хе! Хе-хе-хе! Ну-ка, посмотрите! О-о-о! О, это гусеница! Да, и необычные гусеницы! Редкий вид, его трудно найти! Я собираюсь передать их музею насекомых! Такая удача! Поздравляю! Думаю, это здорово! Поли, полюбуйся на них! Вряд ли у тебя появится еще раз такая возможность! Ай, не надо! Все в порядке? Ну да, конечно! Пожалуйста, положи их обратно в фургон! Ты же сказал, что это редкий вид! Они могут разбежаться, так что лучше убери их подальше отсюда! Да, думаю, Поли абсолютно прав! Осторожность не помешает! Хе-хе! Я согласен! Миссис Белль, вы не могли бы тут за ними присмотреть? Мне нужно поискать для них пищу! О-о-о! О-о-о! Гусеница, подожди, не убегай! Я привез редкий вид гусеницы, мне нужно найти им еду! Так, вот это подойдет? О, да, спасибо, Джин! Не за что! Знаешь, я бы очень хотела посмотреть на это чудо! Мы тоже! Тогда приглашаю вас всех посетить порт! Угу, мы приедем! Ну, а вы как, тоже приедете? Конечно! Я не смогу, у меня дела! Извините, мне надо спешить! Еще увидимся! Поли, не забудь про техосмотр! Хорошо! Ладно, и мне тоже пора! Ребята, всем пока! До свидания, Кэмп! Поли, подожди! Хм? Вам не кажется, что Поли вел себя странно? Согласен! Ребята, я сам сегодня был немного удивлен! Когда Кэмп показал Поли гусениц в порту... Что? Неужели Поли испугался, увидев гусениц? Угу, в общем, судя по всему, Думаю, наш Поли действительно их боится! Я не верю! Это невозможно! Учитывая то, что сказал Рой, и то, как странно себя вел сегодня Поли, все это очень похоже на правду! Хэлли, тут нет ничего смешного! Ведь для Поли это очень серьезная проблема! Я понял! Ну, они говорили, что ты боишься гусениц! Волновались за тебя, но это, конечно же, чепуха! Ну что ж, энергоблок в порядке! Поли, теперь подвигай рукой! Поршень тоже в порядке! Готово! У тебя все хорошо! Поли, почему ты вздыхаешь? Тебя что-то беспокоит? Джин, когда ты трогаешь гусениц, тебе что, совсем не страшно? Конечно! А, значит, ты и правда боишься гусениц? Пожалуйста, говори тише! Никогда бы не подумала! Не смейся, Джин! Для меня это очень серьезно! Прости! Ты же знаешь, я ничего не боюсь, но вот гусениц я просто не выношу! Джин, все будут смеяться, когда узнают об этом! Конечно, нет! К тому же, как тебе известно, я умею хранить тайны! Лифти, ты не принесешь мне из офиса фонарь? Ладно! И где же он может быть? Гусеницы! Лифти, что здесь происходит? Миссис Белль, вон в той коробке гусеницы! Они такие страшные! Да что страшного в гусеницах? Они же безобидные! Но я нечаянно уронил коробку на пол, а они взяли, и все разбежались! Что? Они разбежались? Мои гусеницы! Говоришь, они разбежались? Ааа! 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 Мои гусеницы! Где они? Ты знаешь, что это? Это очень редкий вид! Это катастрофа! Катастрофа! Ой, простите меня! Это я нечаянно уронил коробку! И что теперь делать? Они же могут умереть, потому что им нужна земля! Ааа! А? Ха-ха! Поли! Я тебя искала! Вот смотри, я кое-что купила для тебя! Та-да! Что? Это гусеницы! Убери! Чтобы преодолеть страх перед насекомыми, надо просто попробовать с ними подружиться! Ребята! Что вы тут делаете? О, ничего! Мы едем посмотреть на гусениц! А вы с нами? Я бы с удовольствием, но я должна быть в штабе! Вдруг будет срочный вызов! Разве что Поли окажет мне услугу и заменит меня! Конечно, Джин, не волнуйся! Я бы тоже хотел поехать, но ведь кому-то надо оставаться здесь! Ты останешься? Спасибо, Поли! А? О, миссис Бэй! Что-то случилось? Джин, у нас катастрофа! Все редкие гусеницы разбежались! Редкие гусеницы разбежались? Если мы их не найдем, может случиться беда! Они все умрут! Ребята, нам очень нужна ваша помощь! Я поняла! Не волнуйтесь и ждите нас! Вы все слышали? Вы должны немедленно отправиться в порт! Хорошо! Ребята, подождите! В чем дело, Поли? Просто я не выношу насекомых! Если уж совсем честно, я их боюсь! Я так и думал! Если вы хотите, я, конечно, могу с вами поехать! Ну что толку? Зачем ты так, Поли? Ты недооцениваешь себя! Никто из нас не может спланировать спасательную операцию, как ты! Это точно! Так что предоставь пояс гусениц нам, и мы их найдем! Следую твоему плану! Но, ребята... Хорошо! Я оценю ваше доверие, и я вас не подведу! Ваше доверие! Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень надеюсь на это. Но они же слишком маленькие, а порт огромный. Хелли, а мы можем их поискать с помощью детектора? Конечно! Что ж, попробуем. Когда Хелли укажет, где они, мы, в свою очередь, привлечем их с помощью света. Да, такова природа насекомых. Они любят свет. Точно. Гусеницы приползут на свет, и мы их поймаем. Отличная идея. Ладно, для начала я должен их обнаружить. Рядом со складом. Первая и вторая. Третья и четвертая в доке. Пятая рядом у кранов тройняшек. И шестая в грузовом отсеке Терри. Что? Так седьмая у доски объявлений. Все семь гусениц обнаружены. Молодец, Хелли! Теперь привлечем их светом, а потом аккуратно поймаем с помощью вот этого пинцета. Кэмп и миссис Белль, пожалуйста, помогите нам. Хорошо. Ну что, начнем? Ребята! Это должно сработать. Миссия выполнена. Да! Отлично, миссис Белль! Быстрее! Все! Это было ужасно. Ну, пожалуйста, покажитесь. О-хо-хо! Есть! Ой, интересно, как они там? Поли! Всех нашли? Еще нет. Нам осталось найти еще одну. Но уже удалось засечь сигнал. Нашел! Поли, на твоей голове гусеница! Что? На моей голове? Поли, стой спокойно. Я сниму ее. Нет, Рой, подожди. Я должен сам. Ну-ка! Привет. Извини. Да, мы сделали это. Молодец, Поли! Все позади. Скажи, а ты давно боишься насекомых? Ну да, уже давно. Я помогал котенку спуститься с дерева. И вдруг на меня стали падать огромные гусеницы. Вот с тех пор я их и боюсь. Да, теперь понятно, откуда у тебя этот страх. Угу. Но тебе надо помнить одну вещь. Гусеницы абсолютно безобидны. И потом они превращаются в прекрасных бабочек. И если ты будешь воспринимать их как малышей из мира насекомых, ты сможешь преодолеть свой страх. Угу. Но я уже его преодолел благодаря этому испытанию. Очень жаль. Я-то надеялся, что мы еще долго сможем тебя дразнить. Так ты думаешь, что уже справился с этим? Угу. Поли, на твоей голове... Что? Ой, где она? Где? Знаешь, Поли, кажется, ты еще боишься. Значит, ты так пошутил. Но это слишком. Ха-ха-ха. Вперед! Очень свел и хатрят Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелее он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эльбер! Всех умнее и добрей. Эльбер! Он летает в облаках, выше всех. Очень смел и хатрят Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, вместе, всегда. И... Продолжение следует... Эльбер! 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 Продолжение следует...